Ребята, всем доброе утро! Я отвела Кристина в садик, иду сейчас домой, на улице у нас дождик, погода так себе, все серо, мокро, в общем, совсем не зимняя погода, и прям не люблю лучше, пусть будет сухо, но попрохладнее, чем вот так вот тепло, но при этом дождик. В общем, иду домой, буду сейчас заниматься домашними делами. Ребята, уже давно дома, уже даже Кристина с садика забрала, в общем, полдня пролетела быстро. Так, прибралась немножко, кушать приготовила нам, и все, время закончилось. Пошла забрала Кристина с садика, и, в общем, сейчас дома, он игрался, теперь пошел купаться. В общем, убрала тут в зале, но он пришел с садика, все опять поставил на место, опять как будто и не убиралась. В общем, мы уже убрали нашу елку, потому что так как она сыпалась сильно, и, в принципе, если ее не задевать, то она нормально, но так как Руссо часто на нее прыгал, и игрался там с ветками, игрушками внизу, и она, получается, сыпалась, и много иголок уже начало сыпаться, прям вообще сыпалась. Поэтому решили уже убрать, не осталось до Рождества, но ничего страшного. В общем, да, тут тоже все поубирала, но в итоге Кристиан опять все свое заставил, все притащил сюда конструктор. В общем, поставили пока домик туда ему. Вот он входит, тут наш красавчик. Красавчик! Кс-кс! Артем уехал в Тафель, точно не знаю, но вроде как они работают, потому что не помним, какого у них каникулы конкретно, и вроде как работает, но не уверен. Поэтому поехал, посмотрим, если работает, то получит продукт, и если нет, то, значит, со следующей недели будут работать. Так что, если привезет продукт, то я вам покажу, что дали в первой Тафеле в этом году. По хлебу, в общем, такие булочки, чиабатта, это сладкие какие-то булочки, и вот такой вот темный хлеб, цельнознежновой. Что тут еще? Сейчас, это уберу. Вот такую дали еду для кошек, корм, в общем, для кошек. Перец такой болгарский, такой перец болгарский. Вот эта штука сладкая, в общем, это типа что-то похожее на суфле и тичье молоко между, что-то такое. Тут бананы, айсберг, яблоки, много апельсинов, мандаринов, фельд-салат, помидоры черри. Руссо, тебе нельзя. Петрушка. Это какая-то лорбер, приправа, в общем, подходит для рыбы и для мяса. Корица, еще какая-то тоже добавка для выпечки. И еще тут картошка, немножко картошки дали. Сейчас еще разберу то, что из холодильника. Руссо думает, что что-то тут ему. Ну да, еда кошачья, в принципе. Это из холодильника, то, что дали. Вот такую дали свиную шею. Такие итальянские тарталлини. Они получаются с говядиной, со свининой. Сыр, который можно запечь в духовке. Он такой. Сыр натертый. Пингвик. Такую колбасу. Такую колбасу. И вот такую ветчину. Это салат с капустой. Так, это у нас сметана. Это творог мягкий. Очень много дали всяких различных сладких йогуртов. В общем, да. Сметана, салат показала. И еще вот молоко получается. Это то, что было в холодильнике. Такой вот первый тафель в этом году. Очень много дали бананов и мандаринов, конечно. Все. Здорово. За 3 евро я считаю, что это очень-очень даже неплохо. Ребята, всем привет. Начинаю новый влог. В общем, у нас сегодня по планам сейчас поехать уже забрать Кристина с садика. Отвезти его на эрготерапию. Потом мы хотим поехать купить кое-какие продукты. Съездим в Кауфланд. И потом уже приедем домой. Сегодня у нас очень солнечная погода. Так вообще солнце греет. Когда у нас солнце, в зале всегда очень сильно тепло от окна, так как оно большое. Света тоже много. И, соответственно, когда плохая погода, из-за этого как раз-таки не тепло и света нету в комнате. Беру вас с собой. Сегодня будет у нас вот такой вот закупочный влог. Всем-всем хорошего настроения на весь день. В общем, разложила вам на столе нашу сегодняшнюю закупку. Тут у нас яйца, ватные палочки, горячий шоколад, там фисташки, монта-кристину, чай, малина. В общем, попкорн с сыр кубиками. Такая сметана. Это всякие колбаски для того, чтобы грилить. Попкорн для микроволновки. Кетчуп, шоколадки, вафельки, кноперс, чипсы. Такие сухарики. Вот это майонез в Коффландии, который продаётся. Приправа для салатов. Это сосиски тоже. Здесь картошка фри для микроволновки. Там ещё такой сыр бабл. Здесь у нас два багета. Это еда коту. И такая колбаса. И вот этот йогуртовый соус для заправки салатов. В общем, у нас такая вообще неполезная такая. Не как этот... Просто, да, всякие такие вкусняшки. Это потому что мы собираемся на выходные ехать отдыхать. В такой центр. Там, в общем, сняли домик с друзьями. И поэтому, чтобы такое было что-то там. Если будем сидеть, играть на вечер. Какие-то чипсики. В общем, да. Всё вот такое взяли. Колбаски будем там грилить. Ну, остальное, потому что дома мясо. Всё это есть. Это мы из дома возьмём. А вот такое вот что-нибудь... Снеки какие-нибудь решили взять уже так с собой. Так что такая сегодня у нас закупочка. Сейчас будем обедать. У нас такой плов по моему рецепту, так скажем. Салатик. В общем, всем, кто будет кушать, приятного аппетита. Ребят, у нас уже вечер. В общем, сняла только нашу распаковку, как мы приехали. Домой больше ничего не снимала. Пообедали, точнее. Вот, потом больше ничего снимала, да. Сейчас здесь все сидим. Артём с котиком играется. Я Кристина строю из Лего. И вот все эти паровозы. Собирали чемоданы. Комоданы. Кое-какие вещи уже поскладывали. То, что с собой там берём. Берём с собой гриль. Вот так вот. Купили, заехали дрова в магазине, кстати, ещё. Так как там есть камин. Надеюсь, у нас получится его затопить. Так что, чтобы создать более такую атмосферу. Получится затопить. Ну, вдруг он не работает. Что? Спалил камин. Не, ну, вдруг он не будет там работать. Вдруг дым будет идти в комнату, например. Непочищенный камин будет. Почистим. Или там написано, что нельзя пользоваться, например, камином. Мало ли. Надеюсь, что будет. Дрова-то уже купили. В общем, да. Не знаю. Наверное, сегодня... Или закончу этот влог. Или уже завтра ещё продолжу. И завтрашний влог покажу. Как мы поедем там. На месте уже будем. Либо завтра начну отдельный влог. Посмотрю по времени, сколько это будет. Если не сильно длинный, то я, наверное, соединю. Сегодня и завтрашний день. В общем, да. А так, оставайтесь с нами. Дальше будет 100% интереснее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!